Эй, с вами снова я, Алексей Загребельный, и зрение вас не подводит. Перед вами скандально известная кокедама Таиланд. А чем же она скандально известна, спросит меня, недавно подписавшийся на мой канал, подписчик. А все очень просто. Это кокедама с орхидеями. Да, под вот этими листьями папоротника на самом деле живут три мини-фаленопсиса. Вот они там, бедолажные, прячутся. Так, в чем, собственно говоря, скандальность этой кокедамы? Четыре года назад, даже больше, эта кокедама запускалась в качестве эксперимента. Ну, на самом деле, папоротник давали этот заслуженный ветеран экспериментов. Вот, он сидел в совершенно другой кокедаме, пал, чуть ли не пал жертвой розовой глины. Вот, и когда перебрался сюда, он просто тут разросся, прям вообще красавельчик, просто красавчик, конфетка. Вот, и были у меня, жили-были. Вот, поживали, вот, и совсем не загнивали. Три мини-фаленопсиса. Стояли они вообще просто в таких ужасных условиях. Это был аквариум, который был накрет пищевой пленкой. В аквариуме порядка сантиметров воды было. Эти мини-фаленопсисы сидели в грунте из чистого сфагнума. Представьте, какой мокрый сфагнум там существовал. Все это стояло на полу, под столом, рядом с форточкой. Сквозняки просто это все дело переохлаждали. Все остальные растения, там, пилеи и прочие, которые в этом же аквариуме рядом стояли, они просто сгнили, просто в кашу вообще. Расползлись, растеклись. А этим ребятам хоть бы хны. Я даже, кстати, один раз подумал, что они все себе точки роста заморозили, каждый из них. И все. Больше они не будут свистеть, расти и давать корешки. Но, как оказалось, нет. Я ошибся, и они меня обманули. Наверное, таким образом решили пробраться в кокедану. Но сказать, что их условия содержания резко улучшились, вот этого я не могу. Дело в том, что данные орхидеи здесь не живут. Они здесь существуют. Они здесь борются за выживание. И я не про тень, которую дают листья папоротника и так далее. Я просто говорю про то, что кокедамам тут не хватает питания. Если вы будете удобрять, заморачиваться, там, не знаю, со всем остальным, вы все равно не добьетесь такого эффекта, как выглядел бы тот самый мини-фаленопсис в горшке с коровой сосновой у вас на подоконнике. Просто я говорю, я знаю, как выглядят фаленопсисы возрастом 3, 4, 5, 6 и даже 7 лет. Это просто жуткий такой набор корней, которые там в несколько слоев в горшке существуют. То есть это ни с чем не спутаешь. То есть это и шейка длинная, и корней много, и листьев. Ну, в принципе, там, в зависимости от условия содержания у кого-то немного, у кого-то много нарастает за это время. Но вот эти орхидеи выглядят паршиво. Да, они периодически цветут. Но цветение, опять же, повторяю, это не показатель благополучия орхидеи. Они могут цвести и тогда, когда им паршиво. Только вот чисто посмотрели, а мне хватает сил для того, чтобы зацвести, для того, чтобы попытаться хоть какие-то дать семена, хоть гены кому-то оставить, передать потомству и сдохнуть. Вот. То есть не надо считать, что если ваша орхидея цветет, то все с ней замечательно. И вот советы всегда есть от бывалых специалистов, что купили орхидею, неважно, цветет она, не цветет, загляните, что у нее там с корнями. Потому что цветение бывает, новичков сбивает в толку. Ну вот. Ну и скандалы были связаны с этой орхидеей, извините, к кинам, и, естественно, с тем, что люди, увидев картинку, не дождавшись результатов эксперимента, а, напомню, я свои эксперименты веду, там, от года минимум, там, два года, три года, там, для снятия показаний. Решили, о, все, так можно делать, давайте вперед. И в продаже, блин, столько этих орхидеев, вернее, к кинам с орхидеями появилось. Боже упаси, кошмар просто. И люди потом покупают это, не зная абсолютно, что они берут. И у них это все просто загнивает. Ну вот. Вот. Корневая система в кокидами у любой эпифитной орхидеи сгнивает. Дальше она пытается хоть как-то закрепиться на поверхности шара, но корни у них абсолютно неуправляемые. Вот здесь у фаленопсисов мини корешки еще тонкие. Хоть что-то как-то можно там их пытаться там прикрепить на время, чтобы они уже там сами приросли. У стандартных размеров фаленопсисов это вообще нереально сделать. И в горшке, если вы посмотрите, фаленопсис никогда не своими корешками не оплетает середину кома. Середина кома всегда пустая. В ней только кора и все, там нет корней. И все корешки идут всегда кольцами по периметру. Накручиваются, накручиваются, накручиваются. Потом им уже некуда накручиваться. Вы берете, просто это все вынимаете с одного горшка и ставите в горшок чуть большего размера. Коры туда накинули. И они вот уже по новым стенкам, по новому радиусу, более крупному, начинают так же опять раскручиваться. И так вот все пересаживайте, пересаживайте там раз в пару лет или раз в три года. И у вас постоянно вот эти все радиусы увеличиваются. И корневая масса там просто огромной становится. И мало того, что в горшке, а еще и над горшком это просто там дожутие. А здесь такого нет. Все, это растения, которые, ну загибашки, да, можно их-то, конечно, назвать. Но такие живучие, конечно, загибашки, тут им стоит отдать должное. Очень такие зажин цепляются. Поэтому, да, четыре года есть чем гордиться. Это, к тому же, кстати говоря, ребята, одна из самых старых кокедам с орхидеями в мире. Вот на данный год она пережила почти всех своих предшественников. которые создавались, кто-то через, даже меньше, чем через год загнулся. Вот. Кто-то там продержался год. Но больше там полутора лет мало кто продержался. Вот. И опять же говорю, что то, что там выросло, это не показатель, да, у кого-то там может там и три года быть там. И два года в кокедами, и вы скажете, у меня же растет. Но стоит вам увидеть, как выглядит должна орхидея в этом возрасте, в горшечной культуре, просто обычной. И вы поймете, что у вас что-то тут не так. Вот. Где-то вы что-то не то сделали. Вот. А не то сделали вы тогда, когда вы решили посадить орхидею в кокедам. Или купили такую. Вот. Не покупайте, ребят, такие работы, которые наши флористы, они не разбираются в том, как должна выглядеть кокедама. Что в ней должно быть. Как она должна расти. И какие растения там себя хорошо чувствуют. Они увидели зарубежную красивую картинку, где какой-нибудь фалинопсис цветущий спускает свой цветонос. Там куча цветков, каких-нибудь крупных особенно, там и так далее. Решили, о, круто, да. Вот именно так и должно быть. Но именно так оно может расти в странах Азии. В нашей климатической зоне так не бывает. Это сказка. Всегда наступает сезон холодов. Сезон, когда просто отключает отопление. Еще не включает отопление. Да, уже холодно. Вот, когда его отключили, но еще, еще холодно, да, на улице. Вот. В такие сезоны самые опасные. Мох, сфагнум, это, его нельзя контролировать полив. Вот он впитает в себя там в 25 раз больше воды, чем собственный сухой вес. Все. Впитает в 40 раз. Все. Вы ничего не сделаете. Вы не подсушите его, там, не будете стоять. Дуть, там, сохни, сохни быстрее, там, лишь бы корневая система у фаленопсиса не сгнила. А она сгниет. И нечем дышать. Казалось бы, да, воздух проходит сквозь сфагнум, но проходит очень медленно. И фаленопсис, который в природе живет, растет на деревьях, и имеет всегда доступ к свежему воздуху. Ему там нечего делать. Все. Корневая система не будет выполнять никакой роли. Не закрепиться там, не впитывать какие-то полезные вещества. Она просто гниет. И вот в этом году на ВДНХ была выставка, которая называлась «Цветы на ВДНХ-2018». И очень хорошая знакомая Лика Аверкиева попросила у меня какие-то растения или композиции из растений для того, чтобы помочь своему другу Геннадию Мулярчику оформить стенд для его компании «Верми Кафе». Я предложил вариант с вот этой «Кокедамы Таиланд». И она на тот момент, кстати, к тому же еще и цвела. То есть один из фаленопсисов там выдал цветонос, причем так не пожадничал. Он выдал на этот раз четыре цветочка на цветоносе. Обычно три выскакивают и все. Хоть ты тресни, ничего не сделаешь. Но тут вдруг вот расщедрился, чтобы решил покрасоваться. И вот на такой зеленой красивой густой массе виднелся такой небольшой цветоносик с миниатюрными цветочками. Вот. «Кокедама» там мир посмотрела, себя показала. Понежилась под лучами фитоламп, которые также производит компания «Верми Кафе». И вернулась. И вернулась не одна, а с подарками. И вот сейчас мы будем рассматривать, что же такое прислал Геннадий Мулярчик в благодарность за помощь в оформлении его стенда. Ну, давайте посмотрим, что Геннадий прислал в подарке. Два вот таких вот шикарных, красивых, стильных пакета вермигрунта. Причем, кстати говоря, обратите внимание на ручку. Моя пухлая, жадная ручонка пролезает сюда спокойно. И ничто не мешает вот так вот удобно транспортировать пакет. Значит, в составе нам указано 25% вермикомфорта. Не знаю, секрет, не секрет для кого-то там. То, что современные грунты производятся на основе верхового торфа. Это основа всего. Он дешевый, но он непитательный почти. Ну, там слабо питательный, скажем так. Поэтому для того, чтобы сделать его питательным для ваших растений, добавляют биогумусные составляющие. То есть это чаще всего вермикомпост. То есть результаты производства калифорнийского червя. Это может быть низинный торф, низовой торф, вернее. Черный торф, который гораздо питательнее, чем верховой. Но в одиночку он не используется, поскольку он слишком плотный. А так вот добавка идет и все замечательно. Это может быть кофегрунт. Вот, то есть, соответственно, дальше, ну, в зависимости от производителя, в зависимости от грунта, добавляют, как правило, бывает, медленно растворимое минеральное удобрение, разрыхлители, такие как песок и вермикулит. То есть это все, как это, соль и сахар по вкусу. Вот, а самое главное, то, что у одного и того же производителя грунты для разных растений, там, для цитрусовых, для кактусов, для пальм, для всего прочего, они могут быть по составу абсолютно одинаковыми. Там небольшая разница в соотношениях, в пропорциях веществ, но стабилизация, вот уровень pH у всех разнится. И разнится он, естественно, за счет того, что туда разное количество доломитовой муки добавляют для стабилизации pH. Вот и все. Вот, так что пока, 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 вот ничего. Ну, написано для цветов. Ну, если это для цветов имеется в виду для цветущих растений, то я даже не знаю, куда мне его применить, потому что у меня не декоративно-лиственные растения, а цветущие это только орхидеи. Вот, причем орхидеи эпифидные в основном, и для них, естественно, грунт такой точно не подойдет. Есть, правда, парочка наземных орхидей, но они задерживаются в теплице, там он слишком влажный, там будет слишком влажный грунт, он очень быстро закиснет в такой замкнутой системе. Вот, потому что теплица там слаба в вентиляции, для того, чтобы влажность была очень высокой. Вот, поэтому туда я применить не смогу. Но, ну, не знаю, может, обмешаю тем же самым орхидным каким-нибудь. Может быть, вдруг отъестся и зацветет на следующий год тот же самый Морфофолос бульбоносный, вот, которого я снимаю уже, не знаю, по-моему, какой третий год, что ли. Вот, и все еще никак не выложу видео, потому что хочу скомпоновать все отрезочки его жизни в единый такой клип, вот, и который будет завершаться победным цветением этого растения. Вот, но пока что, пока что он только вот отъедает клубень. Напомню, что я его сажал в первый раз в размере чуть меньше желудя, ну, вот, и по форме он, кстати, желудень больше напоминал. Сейчас это уже таких два средних, может, даже крупных мандарина, вот, по объему. Но ждать нужно объема клубня размером с грейпфрут. Так что тут еще, может быть, посодействует. Вот, состав. Нейтрализованный торф с низкой степенью разложения. Ну, вот, собственно говоря, что я и говорил. То есть, в основе торф, как у большинства, может, даже почти у всех тех самых производителей используется. Вермелькапуст. Диагумус. Под названием вашей земли основа. Зарегистрировано, собственно говоря, такое название. Так, и отсев древесного угля. Биочарк. Кстати, для биочарк, не каждый производитель добавляет свои грунты. Здесь, наверное, для какой-то подстраховки это сделано. Не знаю, скрывать пока не буду. Дождусь работ по посадке клубней, там, и пересадке аллоказии. Это будет по весне. Значит, содержание питательных веществ. Миллиграмм на литр. Не менее. Азот 800 единиц. Фосфор 900. Калий 800. Ну, вот, собственно говоря, из состава уже видно, что это для цветущих растений. То есть, это не для декоративно-лиственных. Массовая доля влаги не более 65%. Кислотность водной суспензии 6,5-8,0. Ну, еще как-то так приемлемо. Объем 4 литра, как я уже говорил. Вот сайт компания. Можете про эти грунты почитать, ознакомиться. Значит, вермикафе.ру и вермикапостер.рф. Два одинаковых пакета. Вот такие вот стильные, красивые. Так. И что еще? Это органическая подкормка вермикофе. Тоже, кстати говоря, указана для цветов. Ну, давайте в состав посмотрим. Так. Азот 1500 единиц. Так. Что это у нас? А, миллиграмм на 100 грамм сухого вещества. Так. Поехали. Азот 1500 единиц. Фосфор 1400. Калий аж 2,5. Ну, все. Это вот как раз состав для цветущих растений. Вот. Пич 7,5. От 7,5 до 10,5. Это что-то какой-то крутой разброс. Вот. И даже не знаю, можно ли такое использовать для подкормки того же Махофалоса. Ну, кстати, надо будет лакунцевыми бумажками обзавестись до весны. И немножко растворить в дистилляте. И посмотреть, какие показания все-таки вот из этого диапазона будут при мониторинге кислотности. То есть, как-то 10,5. Честно скажу, не для всех растений. Я даже не знаю, удобрение орхидеи удобрить. Ну-ка, что тут у нас по составу. Внекорневая подкормка, значит, это водный раствор 1 к 100. Ну, я имею в виду конкретно для внекорневой подкормки. То есть, получается, это на литр у нас 10 миллилитров раствора удобрения. Вот. Ну, не знаю, если только по ферпидилумы обработать. Они все-таки к цветущим относятся. Вдруг, вдруг даже малыши зацветут. На следующий год дадут цветоносик. Хотя бы один цветочек посмотреть, как он у них там выглядит. Вот. Потому что покупались вслепую. Приехали малышки. А вдруг пересорт попался. Фиг узнает. Так. Ну, в общем, короче. А, ну еще гуминовые вещества. В количестве от 1,8 до 2,4 грамм на литр. Ну, тут это, в общем, короче. Так. Не знаю. У меня очень много орхиды. Все-таки грунт, чтобы не пропал, надо все-таки его использовать. Ну, как я уже сказал, значит, на морфофарлосе. Вот. Потренируюсь. Вот. И, ну, чтобы пакет не пропадал вскрытый. Значит, соответственно, пущу. О! Пущу-ка я их на черенки драгоценных орхидей лудизий. Вот. Есть у меня такая партия. Замечательная партия пострадавших после очередного моего эксперимента. Вот. Добрались мы их шлавливые ручонки до лудизий. И после этого там просто набор черенков остался. Вот. Как раз попробую их укоренить. Именно что при помощи этого грунта. Вот. Плюс. Плюс еще, кстати говоря. Один пакет может спокойно уйти на флорариума. У меня есть две бутылки огромных. 23 литра. Каждая из опти-вайта. Шикардосные бутылли. Вот. Если этот грунт дополнительно разбавить. Менее питательными веществами. Менее питательными грунтовыми добавками. Думаю, что как раз одного такого 4 литрового пакета. Просто за глаза хватит как раз на два таких больших флорариума. Все равно там очень много земли не надо укладывать. Ну, я говорю, те орхидеи, которые наземные. Они у меня содержатся в теплицах. И там грунт просто очень быстро закиснет. Туда я их точно не рискну использовать и на них проверять. Вот. Все. Придумал наконец-то, куда их использовать. Ну, а с удобряшкой, ну, замеры сделаю. Вот. По pH. А потом буду решать, кого им подкармливать. Вот. В принципе, ну, я говорю, я сейчас вот на данный момент вижу только вот обработку по фипидилу. Можно даже, кстати говоря, дозировкой вне корневой подкормки пролить грунтом, например. Ну, не обязательно их опрыскивать. Пролить грунт и все. Ну, опять же, надо замер. Потому что у меня, ну, часть тех же самых по фипидилумов сидят в смеси сосновой коры, акадама. Ну, акадама на кальций не содержит. На уровень pH там нечему влиять. А вот известняк природный, кстати говоря, о птичках, вот, в некоторых горшках есть. Причем доли этого известняка бывает там две третьих от всего объема грунта. Так что туда, не знаю, туда таких... С таким высоким уровнем печь, удобряшки, думаю, внизу, ну, вот. Ну вот, Геннадий, дошли твои подарки. Отчитался. На камеру пообещал, где, куда и где буду использовать. Вот. В конце следующего года, значит, соответственно, буду снимать показания, как разрослись у Дизи и разрослись ли вообще. Вот. Насколько сильно подрос клубень у Амахрофалоса. Вот. И, ну, по результатам обработки башмачков посмотрю. То есть, где-то с... Наверное, с конца апреля, со второй половины апреля начнем подкармливать. Вот. И до сентября включительно там посмотрим. Вот. Посмотрим в конце года, что с башмаками. Вырастут ли валенки, зацветут. Или будут такие миниатюрные туфельки для гномиков. Хе-хе-хе. Шучу. Ладно, всем хорошего настроения. Всем пока, Геннадий. Еще раз тебе большое спасибо. До свидания. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик.